Это обязательно произойдет сегодня, в скобочках. Она находится на третьем месте по онлайну среди всех мультиплееров после Радмир КРМП и Аризона. Серверов просто какое-то невъебенно большое количество и ты. Но вот в области Радмир КРМП они открывают конкретно вот свои, знаете ли, сервера. И там их уже тоже просто... Я до этого удивлялся, когда они там 7 тысяч онлайна, там 6, 8. Если вам его не было слышно на монтаже, то, разумеется, самый последний это имеется в виду, что все больше их обзоры уходят. Уходят все прочие вещи, но мы опять-таки отвлеклись, потому что основная цель... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Ну что ж, я вот рад практически, наверное, закончить этот год в данной новости. С данной новости на уровне данной новости. Или вроде того. Ведь сегодня у нас будет BlackRush, который, в свою очередь, открывает новый 10-й сервер. Обсудим, как это у них все получилось или не получилось. И что вообще у них там было на протяжении всего этого. С какими проблемами они столкнулись. И, в конце концов, открылся ли 10-й сервер BlackRush, там, знаете, поставив абсолютный рекорд онлайна в мобильном GTA CRMP. Давайте сейчас ко всему этому приступим. Как это обычно и начинается, все началось с некоторых неполадок на сервере. Из-за проблем с хостингом, открытие 10-го сервера BlackRush пришлось перенести на неопределенный срок. Друзья, нам очень жаль это сообщать. Но открытие 10-го сервера придется перенести. До того момента, пока не будут устранены проблемы с хостингом лаунчера. Это обязательно произойдет сегодня, в скобочках. Мы бы рады сообщить вам точное время. Но от нас здесь ничего не зависит. Мы просто вынуждены сидеть и ждать. Ну, знаете, как это обычно бывает. Решил открыть новый, там, проект. Сервер у себя под проектом, вот уже, казалось бы, таким большим, BlackRush. И хостинг подводит. Так всегда есть, было и будет. Но что потом? Смогли ли они открыться? Что вообще? Что было-то? Что они говорили игрокам? Что они говорили прочим людям? Что было? Расскажите, пожалуйста, мне. А нам и расскажу. Все же, BlackRush поставила новый рекорд в 10 тысяч игроков. Она находится на третьем месте по онлайну среди всех мультиплееров после родмир КРМП и Аризона Рулеплей. То есть, понимаете, вот этот вот мобильный GTA-кРМПшный лаунчер уже начали сравнивать с большими проектами из GTA-сампа и из GTA-кРМП. А Аризона хочу вам напомнить, по-моему, то ли 15 серверов, то ли уже 16, я не помню. То есть, серверов просто какое-то невъебенно большое количество. И ты действительно сидишь, думаешь, пиздец, а как такое вообще происходит? Что случается вообще в самом деле? Как, что, откуда? А не, это давно так было? Или это недавно? Что? Ничего не понятно. Но вот так оно и происходит, да. А потом еще есть родмир КРМП, который также открывает вот свои новые проекты, свои новые сервера. Ну, проекты, конечно, они тоже открывают. Но вот в области родмир КРМП они открывают конкретно вот свои, знаете ли, сервера. И там их уже тоже просто до жопы. И в самом деле, вот то есть это два таких больших проекта. Один самый крупный в GTA-сампе, это Аризона РП. Другой самый крупный в GTA-кРМП. И дело в том, что к ним приближается Блэк Раша. Из GTA-кРМП, но только не на компьютере, а на телефоне. Если честно, я прям офигеваю. Я сижу и... И я не могу поверить. То есть я до этого удивлялся, когда они там 7 тысяч онлайна, там 6, 8, 855 тысяч онлайна. Они все вот это вот представляли, делали и так далее. Я уже тогда удивлялся, говорил, мол, чуваки, пиздец, как у вас вообще все это получается? Как у вас вообще все это выходит? Оказалось, что очень легко у них все это выходит. И они вот, ну, до сих пор как бы, бля, я случайно запустил сейчас свой видеоролик. Если вам его не было слышно на монтаже, то, разумеется, ставьте лайк. Потому что, видимо, я все заглушил. Я просто, знаете, пока озвучиваю видеоролики свои, я там лазаю по вкладкам. Захожу в одни новостные издания, перехожу в другие новостные издания, проверяю информацию. Так как могу, потому что в данных выпусках новостей я немного так, знаете, брулев. Как, наверное, и все люди вообще в GTA Sampi, они все немного такие, знаете, брулевы. Которые сидят и такие вот им, лишь бы вот не проверять новости. А я, разумеется, проверяю и как бы все это делаю. К слову о новостях. Листая свой канал, я обнаружил Sampo 2 садист Владислав Павлов. Вы можете перейти, посмотреть. Это самый последний обзор. То есть, самый последний. Это имеется в виду, что все. Больше их не выйдет. Больше их не будет. Поэтому посмотрите то, как ушла вся эта эпоха двухчасовым разбором, обзором на Владислава Павлова. Зайдите, посмотрите, поймите, что вообще там происходит. И в целом, наверное, я не знаю, то ли угомонитесь, то ли в целом поймите, что... Ну, такое иногда бывает, да. То, что обзоры уходят, уходят все прочие вещи. Но мы опять-таки отвлеклись. Потому что основная цель, основная тема вообще данного видеоролика, это была Black Rush. Я в самом деле офигеваю. Как такое вообще получается? Как они откроют сервера? Что они вообще делают такое? Разумеется, сейчас там такие, знаете, зимние каникулы, школьники все отдыхают, все сидят дома. И, разумеется, им нужно куда-то заходить играть. А так как компьютера у многих нету, тем более такого компьютера, который бы тянул GTA CRMP, вы сами понимаете, там карта большая, обширная, моделек HD-шных много. Поэтому там, знаете, компьютер нужен вот прям, знаете, RTX 2080-90 Titan, наверное, не меньше. Потому что CRMP это всегда круто, CRMP это всегда, знаете ли, замечательно, наверное. А может быть и не замечательно. То есть всегда, вернее, даже не всегда, а никогда не угадаешь, что там будет замечательного или не замечательного. Хочу сразу же вам сказать, то есть тут все понятно, было хорошо, открыла там свои вот эти вот все сервера. 10-е, 15-е, 85-е, все с этим, в общем-то, понятно. Я хочу сказать только одно, ну, вернее, даже, наверное, 2 или вот вообще даже 3. Это последний видеоролик, который я записывал по поводу новостей в этом году. То есть он прям такой, знаете, крайний, я бы даже сказал. Последующие видеоролики, они будут, таки, знаете, более интересные. Там 1 на 8 минут, второй, по-моему, что-то около 20 минут будет. Я не знаю, насколько все это уложится. Поэтому подписывайтесь на мой канал и увидите немного другой контент. Такой контент уже на этом канале был. Также он был еще на одном канале, но если я вам скажу, на каком канале он был, то вы сразу догадаетесь примерно, в каком формате все это будет. А я не хочу, чтобы вы до всего этого догадывались. Ну и поэтому рассказывать вам все это не буду. Это вполне логично, это вполне занятно. И я не думаю, что я вообще вам должен что-то говорить. Мы, в конце концов, в свободной стране живем. Вы сами должны все это понимать. Никто, никому, ничего и никогда не должен, не будет должен. И я надеюсь, что в будущем не будет должен, наверное. Однако, ладно, как вы можете видеть, я играл, снимал и делал все прочие вещи на проекте Arizona Roleplay сервере Phoenix. IP на данный сервер, он, оно, они находятся в описании данного видеоролика. Вы туда заходите, копируете его, вставляете там, я не знаю, в клиент сампа. И там вы все это понимаете. То есть, сразу у вас все заходит, вставляется, вы сразу все понимаете. И все у вас будет, и вы сразу заходите, понимаете, и все у вас будет отлично. Заходите, просто вводите мой никнейм DanteConnor, мой промокод потом на шестом уровне, NoToxic54 и все. И у вас, знаете ли, замечательно, дела идут вот в GTA Sampe и не только. Там же в описании, кстати, есть ссылочка на мой телеграм-канал. Вы туда тоже можете перейти. И там вы тоже можете ознакомиться со всеми этими вещами. Если вдруг, мало ли, вы еще с ними не ознакомлены полностью. Или даже не полностью, частично, может быть, там, знаете, 50 на 50, 45 на 98. И все вот эти вот прочие процентные ставки, вы также можете их все понять, разузнать. И объяснить другим людям вообще, как оно все происходит в GTA Sampe. Или не в GTA Sampe. В общем-то, заходите, узнавайте и делайте все. До свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok